Украина. 138-й день войны. С момента российского вторжения в Украину прошло уже почти 5 месяцев. Поддерживая Украину в борьбе за свободу, страны Запада выделили миллиарды евро со своих бюджетов на поддержку украинской экономики, гуманитарную помощь и, главное, вооружение. Все, что происходит, это все-таки добрая воля этих стран и их понимание влияния тех процессов, которые происходят на полях сражений в нашей стране и на их безопасность прежде всего. В целом западные страны пообещали Украине оказать военную помощь на сумму 80,7 миллиарда евро. Но все ли выполняют свои обещания? В своем последнем анализе поддержки Украины исследователи Кильского института мировой экономики в Германии подсчитали, что из 40 стран, которые обещали Украине военную помощь, сдержали слово и поставили обещанное вооружение в полном объеме только 10 правительств. Лидером в выполнении обещаний является Польша. В Украину прибыло 100% обещанной военной помощи. Варшава поставила вооружение на 1,8 миллиарда евро. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и вооружения. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружие на 2 миллиарда долларов. Это огромные затраты, но мы понимаем необходимость. Это оружие нужно, чтобы остановить российское вторжение. Если говорить о сумме помощи, то Польша вторая после Соединенных Штатов Америки. Джо Байден пообещал Украине 6,3 миллиарда евро. Но пока что прибыло чуть менее 40% помощи на 2,3 миллиарда евро. Соединенные Штаты лидируют. Мы предоставили Украине почти 7 миллиардов долларов помощи в области безопасности. В ближайшие несколько дней мы намерены объявить еще более 800 миллионов помощи, включая новую передовую систему ПВО для Украины, больше артиллерии и боеприпасов. Противобатарейные радары, дополнительные боеприпасы для ракетной системы «Хаймарс», которую мы уже передали Украине. Кроме Польши 100% обещанной военной помощи прислали Латвия – 220 миллионов евро, Франция – 160 миллионов евро, Италия – 150 миллионов евро, Бельгия – 80 миллионов евро, Люксембург – 50 миллионов евро, Финляндия – 30 миллионов евро, Словения – 10 миллионов евро, Болгария – 3,5 миллиона евро и Австрия – 3,3 миллиона евро. Мы видим, что в принципе обязательства, взятые странами на себя, они разнятся, и логика у каждой страны предоставления той или иной помощи, она все-таки отличается. Мы видим, что такие страны, как Франция, которая взяла на себя обязательства 160 миллионов евро предоставить в рамках военной помощи. Конечно же, помощь важна любая, но если сравнивать с теми обязательствами, которые взяла на себя Польша в 1,8 миллиарда, то разница в 10 раз. А если сравнить экономический потенциал стран, то в принципе Франция могла бы взять и больше обязательств на себя. На финишной прямой по выполнению обещаний Эстония предоставила 98 из обещанных 250 миллионов евро. Норвегия – 96% от обещанных 450 миллионов евро. Чехия – 89% из 260 миллионов. Литва – 83% от обещанных 50 миллионов евро. Далее следуют Словакия, Испания, Швеция, Дания и Австралия. Возьмем, например, маленькую Словакию. Что там в той Словакии, даже по украинским меркам. И посмотрите, что предоставили нам Словакии. Вроде ничего, одну батарею С300. Но С300 у них была единственная. Одна единственная. Такой вклад маленький или большой? Он существенный. И так нужно смотреть по каждой стране. Если же говорить о наибольших суммах, то, как уже обсуждалось, на первом месте Соединенные Штаты Америки. 38% из обещанных 6,3 миллиарда евро. Потом Польша – 100% из 1,8 миллиарда евро. Далее Великобритания – 91% из обещанных 1,1 миллиарда евро. И закрывает этот рейтинг Канада, которая предоставила 82% помощи из обещанных 920 миллионов евро. Германия из обещанных 675 миллионов евро военной помощи Украине предоставила только 40%, то есть 269 миллионов евро. Наши немецкие партнеры не с большой охотой расстаются с некоторыми видами вооружений. Но это все равно лучшая позиция, чем у Венгрии, которая просто принципиально сказала, что они не будут поставлять Украине оружие. Они не будут даже позволять транзит оружия через свою территорию в Украину. Но это только одно исследование. В реальности же сложно оценить объемы помощи. Кто-то присылает танки, кто-то бронежилеты. И все это одинаково важно. Грести под одну гребенку на основе статистических данных будет не совсем правильно. Потому что каждый из наших партнеров имеет свой военный потенциал, во-первых, свой уровень оборонно-промышленного комплекса и свой уровень финансовой возможности. Выделяемые суммы постоянно растут. Каждый день партнеры обещают новые поставки. Да и ситуация на фронте меняется. Вся эта помощь гармонизирована с потребностями Украины и с тем, что происходит на поле боя, а также с тем, что поставляется. Но помощь от Запада приходит не только в виде вооружения. Украинских военных отправляют на учения Великобританию и Канаду. Это, как и само вооружение, сейчас очень важно. Да и любая помощь сейчас на вес золота. Да и помогают не только правительства стран. Вдохновившись успехом украинской кампании по сбору средств на байрактары для ВСУ, литовцы и поляки тоже запустили сбор на турецкие беспилотники.